В Нижнеперской участковой больнице недавно закончился частичный косметический и капитальный ремонт кабинетов и палат. Но медики недовольны ни качеством выполненных работ, ни количеством отремонтированных помещений, в чем причины недовольства разбирался Александр Усачев. В принципе, если у них столько закуплено было, они и должны были, наверное, системно обливать. Это осталась штукатурка по гипсокартону на подпелку и на подобой, которая идет. И 10 мешков, наверное, у них там, гипсовой штукатурки. Вот он. Нолю метра два, наверное. Судя по количеству стройматериалов, оставшихся от бригады заезжих ремонтников-строителей, можно сделать вывод, что они очень экономные работники. А вот краски, по всей видимости, не жалели. Хотя экономили и расходовали порой напрасно. В данный момент здесь стены окрашены эдульсионной краской, поэтому она не может мыться, убираться, как пасампин. Надо стену было покрасить масляной реамалью. Главврач больницы обращал внимание строителей на то, что необходимо строго соблюдать требования, предъявляемые к материалам по отделке учреждений здравоохранения, и выполнять работы по плану, утвержденному управлением здравоохранения округа. Сроки начала и, соответственно, окончания ремонтных работ были нарушены. Тем не менее, отремонтированы кабинеты врача-педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога, две больничных палаты, бывшее помещение операционного блока с небольшим кабинетом. 10 ноября последний ремонтник-строитель исчез. Из трёх помещений, я бы сказал, сделано два с половиной. То есть самые крупные, там стены вообще не трогались. Угловой, где сейчас в настоящее время у нас работает психиатр, там сделан, но сделан по качествам, потом отдельно поговорим. И маленькое вот это вот помещение, где у нас сейчас находится, ну, работает, как и за переглядно, не было. Странная ситуация, нелинолема не хватило на всё, что задумывалось. И поэтому там сделали из таких вот, лоскутное такое одеяло, из кусочков склеили всё. Кабинет такой широкого, педиатра, конечно, сделан. Это раз. Но качество мы оставим чуть-чуть на потом. У стоматолога стены, ну, штукатурены, покрашены. Линолеум вы видели такой. Он как в пустыне, в бархане там с этими... То есть там линолеум, он по плану должен быть заменён. По плану должен быть заменён, да. И когда я сказал им, что у руля мы, нам же ещё, вот ещё один кабинет, такой широкий никакого делать надо. Чем я вызвал немало удивлений. Главврач больницы такую работу считает невыполненной. И акт сдачи приёмки подписывать не собирается. Теперь медиков волнует лишь один вопрос. Кто будет доделывать незаконченный ремонт? Или придётся самим, засучив рукава, исправлять недоделки заезжих гастролёров? Александр Русачёв, телеканал «Север», Нижняя Пёша.